Митрополит Челябинский Златоустовский Никодим посетил Каслинско-Снежинское благочиние. Архипастер совершил божественную литургию в храме Рождества Христова села Большой Куяж и ознакомился с ходом реставрационных работ. Архипастеря тепло встретили верующие. В храме молились не только селяне, но и немало жителей Челябинска. Все они принимают участие в реставрации храмового комплекса в Большом Куяше и помогают настоятелю Иерею Игорю Маркову возрождать приходскую жизнь в старинном селе. Свою проповедь правящий архиерей посвятил дневному евангельскому чтению. Оно повествовало о том, как Господь наш Иисус Христос предложил апостолу Петру пойти вслед за ним по водам Генесарецкого озера. Сначала верный ученик вступает по водной глади, но как только в его сердце входит страх и сомнение, начинает тонуть. Господь спасает апостола Петра, и вместе они возвращаются в лодку. Архипастырь обратил внимание на то, что многие христиане повторяют духовный путь апостола Петра. Как часто мы в своей духовной жизни дерзаем налагать на себя какие-либо подвиги. Кто-то говорит, что я буду поститься усердно, кто-то говорит, слова молитвы буду возносить постоянно. И вот первое время хорошо все получается. Но одна проблема, другая проблема. И человек забывает то, что обещал Господу. И тонет, но уже не в морской пучине, а в пучине безумия дня сегодняшнего. Лишь только спасающая десница Господа может помочь такому человеку. Архипастырь напомнил, главной должна быть забота о жизни вечной. Жизнь течет очень быстро. Вчера ты был юн, а сегодня уже старик. И все же ученики Христовы не могут позволить волнам Житейского моря захлестнуть себя. Ведь счастье возможно только в богообщении, подобном тому, которого сподобились святые апостолы на горе Фавор. Храмовый комплекс в Большом Куэше состоит из двух церквей – Большой Покровской и Малой Христорождественской. Внешний облик обоих храмов уже восстановлен. Теперь верующие трудятся над внутренним благоустройством своих храмов. Буквально вот мы недавно закончили собирать денежные средства на иконостас храма Рождества Христова. На втором месте, значит, у нас вот ограду нужно закончить вокруг обеих церквей. И, в общем-то, мы сегодня работаем над тем, чтобы закрепить за приходом бывшую помещичную усадьбу Турчениновых. То есть сегодня она оказалась как бы бесхозной. И мы хотим, в общем-то, ее за приходом закрепить и по возможности открыть приют, бесплатную столовую. Возможно, даже краеведческий музей. Ну, пока это, в общем-то, долгоидущие планы. Но надеемся, что администрация и как раз те люди, которые входят в Турчицкий совет, нам активно помогут. После литургии правящий архиерей в сопровождении настоятеля прихода Ирия Игоря Маркова и благочинного Каслинско-Снежинского округа Ирия Валерия Борисенко осмотрел церковную территорию, побывал в Большом Покровском храме и познакомился с планами прихода по его реставрации.